Почти вся трудовая жизнь Афанасия Яковлевича Ленькова прошла на заводе «Прогресс». На это время выпали уникальные космические проекты, новые модификации союзов и спутников, лунная ракета «Н-1» и сверхмощная ракета «Энергия». Директора Афанасия Ленькова вспоминают как требовательного и очень культурного человека. Он умел слушать, слышать о своих оппонентах. И после анализа их предложения принимал свои организационно-технические решения, как директор завода. В это время полной неожиданностью для завода стал проект 4К-80. Космическому заводу пришлось создавать морскую крылатую ракету. Ее пытался сделать Саратов, не пошло у них. Пытался сделать Оренбург, у них тоже не пошло. И предложил Челомей, конструктор, говорит, вы можете справиться. Афанасий Яковлевич сказал, да, мы справимся. В результате за год мы ее освоили и уже первые собрали ракету. Конечно, на заводе Афанасий Яковлевич пропадал допоздна, но дома о работе почти не рассказывал. Напоминали о ней разве что макеты ракет. Внуки с теплотой рассказывают о дедушке и своей дружной семье. У дедушки, чтобы было понятно, было две дочери и сын, это мой папа, и у всех были дети. Мы ездили на лыжах, нас детей привязывали веревочками, чтобы мы не потерялись. Осенью мы съездили за грибами, тоже так же, всей семьей. И постоянно, всегда, в выходные дедушка старался проводить с нами. Афанасий Леньков основал династию ракетостроителей. Родившись в семье крестьянина, он прошел путь от мастера на авиаремонтном заводе до директора крупнейшего космического предприятия. А сегодня его дело продолжают дети и внуки. Валерия Макарова, Константин Головин, События.